личная эффективность часто мы выполняем дела просто даже не осознавая что мы их делаем целый день с утра до вечера мы действуем в соответствии с установившимися процедурами и привычками большую часть ежедневных действий мы выполняем вообще при привычке не включая сознание встаем едим пьем чистим зубы моемся не знаю там выходим начинаем работать общаемся со своими близкими раньше мы ходили теми же маршрутами делали маршруту теми же способами но это автопилот нам наша задача чтобы повысить личную эффективность нам необходимо включиться нам необходимо сделать так чтобы включить свою осознанность давайте посмотрим что с нами происходит с точки зрения информации для того чтобы работать эффективно нам нужно с вами использовать информационную гигиену это касается всех каналов получения информации новости телевидение социальные сети телеграм-канал и так далее так далее просто отключаем в течение дня все что можно отключить совсем причин для этого много понятно что сейчас вы вряд ли увидите или услышите что-то хорошее но главное все сми это очень мощные хронофаги это поглотители времени телевизор вводим на него запрет например телевизор вообще можно было бы выдернуть вилку из розетки или перекусить кабель а можете вообще отдать его соседям или продать в крайнем случае договоритесь с членами семьи чтобы они не смотрели телевизор при вас давайте будем откровенны сами собой многие из вас понимают что мы подсели на телевизор множко или немножко не имеет значения как я себя ловлю на мысли подходишь включаешь и очнулся прошло минут 30 еще 30 еще час или весь вечер или даже день ну во первых по телевизору сплошной негатив это закон масс-медиа по телевизору они обязаны показывать негатив во вторых телевизор это мощнейший хронофаг он съедает огромное количество вашего времени в третьих даже когда вы смотрите по телевизору что-то хорошее то постоянная реклама переключает ваше сознание выбивает из вас глубокого понимания и погружения в процесс а в том числе из рабочего цикла ваша задача не смотреть телевизор то есть абсолютно прекратите смотреть в крайнем случае если вам очень хочется телевизор с российским вещанием чем можно заменить иностранный новостной канал на любом языке лучше тот который вы изучать я например смотрю bloomberg в крайнем случае музыкальный канал который не вещает поп-музыку социальные сети вводим запрет для того чтобы эффективно работать вам нужно сесть на информационную диету это касается социальных сетей выключайте социальные сети чтобы они не отвлекали вас от работы конечно же если они не связаны непосредственно с вашими задачами давайте введем режим работы с социальными сетями с 8 до 10 утром из 9 до 10 вечером поп-музыка и особенно российская поп-музыка у нас вводится запрет перестаньте на время нашего курса слушать музыку с русскими текстами слушайте классику или такую музыку которая поможет вам выполнять тот или иной пункт распорядка дня желательно классическая джазово или релакс фн информационные каналы и рассылки запрет посмотрите внимательно проанализируйте свою почту мессенджер telegram или мессенджер ватсап на какое количество рассылок вы подписаны если у вас в почте все автоматически сортируется по палочкам хорошо но если у вас все письма добавляются в одну папку входящие то ваша задача вообще обязательно отписаться от минимум от половины рассылок и отказаться от менее нужны смотрите что происходит вы открываете с утра ящик и помимо полезных писем там еще лежит куча рассылок и вы думаете а вдруг что-то там есть интересное надо же посмотреть иначе вдруг я пропущу что-то важное я же подписывался на эту рассылку наверное она какая-то полезная берите и отписывайтесь это все хронофаги и так задание номер восемь вам нужно принять решение какого типа информационную гигиену вы для себя принимаете и от чего вы готовы отказаться сми телевидение соцсети по музыка и рассылки взамен этого я предлагаю вам смотреть фильмы со смыслом мирный воин 1 плюс 1 2 плюс 1 статус брэда и и конечно же я буду с удовольствием рад вашим комментариям которые вы пришлете мне с в ответ на то какие бы вы фильмы порекомендовали с точки зрения смысла посмотреть которые могли бы вам помочь продвинуться в нашей личной эффективности в течение нашего курса и еще я предлагаю вам заменить просмотр и прослушивание новостей слушанием аудиокниг запланировайте к прослушиванию минимум пять аудиокниг отношения вот здесь у нас начинается самое интересное вы можете оказаться в ситуации когда вам придется просить помощь других людей помощь за советом или оказать содействие или помочь открыть какие-то для вас двери заводите отношения с людьми которых вы уважаете и которые добились в жизни большего успеха чем вы сами избегайте брать себе за образец людей которые не достигли большого успеха а еще и негативно относятся к окружающему миру тяготеете к тем советчикам людям друзьям которые добились успеха в жизни и имеют позитивное мировоззрение задача которую мы с вами сегодня будем решать это создать свой совет директоров всем нам нужен кто-то с кем бы мы могли обсуждать наши личные видения нашли личный балансовый счет план обучения плана развития нам нужны люди которые помогут нам или подскажут куда шагнуть следующий шаг те кому мы доверяем те с кем поддерживаем отношения такие отношения кстати могут иметь взаимовыгодный характер и быть полезны обеим сторонам или толь и не только одной но самое главное это должны быть бесплатные отношения с теми людьми которые искренне заинтересованы в вашем успехе начнем с тех кто помогал вам в жизни подумайте о людях которые помогали вам в жизни и вашей карьере тех которых вы можете о которых вы можете сказать что без этого человека я бы не достиг всего того что достиг сегодня без его помощи я не стал бы тем кто я есть сейчас запишите их имена рядом с каждым именем напишите моменты связанные с этим человеком которые оказали на вас продолжительные воздействия используйте эту таблицу чем именно этот человек повлиял на вас что именно эти люди сказали что вы тогда почувствовали чему вы от них научились напишите в столбце имена людей вспомните моменты общения и эмоции от тех кто помогал вам с тем стать кто вы есть сейчас а теперь вспомнив тем кто руководил вами теперь подумайте о людях которые последние несколько лет пытались вам помочь те кто руководили вами тренировали вас повышали вашу эффективность подумайте о людях которые обсуждали с вами вашу работу высказывали свое мнение о том как вы живете и работаете также используйте подобную таблицу запишите их имена и рядом с каждым именем отметьте чем именно этот человек вам помог о чем он говорил с вами когда вы работали с ними что вы узнали от этих людей чему научились и главное есть такие руководители люди когда высказывают свое мнение нам кажется что они придираются к нам нам кажется что они выражают по отношению к нам негатив но пройдет какое-то время и мы понимаем что советы данные ими они действительно были нам нужны и люди эти исходя из своего жизненного опыта хотели сделать нам как можно лучше и так имена этих людей моменты общения эмоции от людей кто помогал стать вам тем кто вы есть сейчас вы получили две таблицы теперь у вас есть возможность из этих двух таблиц собрать один собрать одну таблицу и выписать сюда имена тех людей которым бы действительно могли стать вашим советом директоров теми людьми которые действительно бы вы хотели бы с ними общаться поступите следующим образом когда ваша таблица будет готова наберите номер этого телефона скажите алё когда вы услышите ответ и скажите так спасибо вам большое что в этой жизни вы были со мной спасибо вам большое что в этой жизни вы поддерживали меня без вас я бы точно не стал тем кто я сейчас благодаря вашей поддержке я смог принимать правильные решения в своей жизни я очень хочу продолжить с вами это общение я очень хочу чтобы вы также продолжали в моей жизни помогать мне принимать правильные решения возможно ли что я буду звонить вам иногда и спрашивать вашего совета пожалуйста проведите подобные эксперимент и расскажите мне о тех эмоциях которые вы услышали испытали в ответ на такой ваш звонок и так поздравляю вас с тем что теперь у вас есть свой собственный совет директоров счастье в отношениях как бы ни парадоксально это звучало но путь гармонии в отношениях пролегает не только через поиск человека который как вам кажется сделает вас счастливым более того более справедливо обратное утверждение путь к счастью это поиск того кого вы хотите сделать счастливым и чье счастье стоит того чтобы посвятить себя этому человеку если взаимное понимание и последующее выполнение работы друг для друга это то что способствует укреплению любви то как я мог убедиться на собственном опыте цементирующая основа преданности в такой степени насколько вы готовы пожертвовать собой чтобы помочь своему близкому человеку добиться успеха и сделать его счастливыми встреча с близкими друзьями и детьми действительно общайтесь общайтесь другими участниками общение это самое лучшее что мы можем сейчас с вами получить в общих диалогах вы сможете узнать много нового и полезного для себя работаем с пространством если вы хотите поднять свой уровень жизненной энергии поднять свою внутреннюю самооценку сделать ваш процесс быстрее и эффективнее прямо сейчас принимайтесь за дело для начала мы выбросим хлам хлам это то чем вы не пользуетесь уже давно что вышло из строя и ждет ремонта старые вещи которые вы не носите книги которые вы не читаете аппаратура который вы не пользует и самое главное сломанные вещи касательно книг возможно если вы просто вынесите их в подъезд или напишите список их сто процентов вас кто-то может взять точно так же вы поступите с вещами есть точно те люди которым эти вещи будут нужны главное просто их отнести в нужное место и они найдут своих новых хозяев организуем рабочее место первое правило успешной работы из дома это выделенное для себя рабочее место я кстати жду фото с вашим рабочим местом в комментариях к вашему посту в идеальном варианте это отдельная комната особенно если в течение рабочего дня вам пристыть часто вести переговоры если у вас нет возможности разместить рабочее место в отдельной комнате вы видите любое комфортное для вас пространство в квартире который на ближайшие несколько недель заменит вас офис хорошая идея присмотреться к балкону если он остекленный и утеплен балкон это практически отдельная комната плюс балкона это наличие хорошего естественного света и свежего воздуха что очень положительно сказывается на вашей работоспособности ваше рабочее место должно быть уютным удобным и комфортным содержать все необходимое для работы настраивать на работу а не отвлекать вы организуйте рабочее место не на один день она достаточно длительный промежуток времени кроме того сейчас многие люди будут испытывать достаточно сильное психологическое давление от необходимости перестраивать привычные рутинные и большие операции и много часов проводить в закрытом пространстве без живого общения поэтому стоит инвестировать силы и время в том чтобы ваше рабочее место было максимально комфортно посмотрите на свой рабочий стол для того чтобы вам было комфортным начните с первого отрегулируйте удобную для вас высоту стула и разместите на рабочем месте все необходимые вещи таким образом чтобы ничего не мешало они так как на картинке рабочему процессу но в то же время находилась в непосредственном доступе не забудьте с кухни взять любимую чашку для воды или чая отрегулируйте свет в помещении или установите дополнительную настольную лампу кстати персональный источник света важен не только для здоровья и глаз он помогает зонировать пространство подумайте как эргономично разместить все что требуется для вас в ходе рабочего дня для кого-то например это принтер или сканер для кого-то блокнот или ручка а может чистая бумага для записи сделать и так чтобы каждый раз когда вам нужно что-то сделать у вас все было под рукой также важно чтобы рабочее место настраивал на работу работа из дома у вас может появиться соблазн постоянно сходить с чашкой кофе по квартире присесть на диван поэтому я рекомендую вам очистите пространство от отвлекающих от отвлекающих факторов уберите личные гаджеты выключите телевизор виртуально освободите пространство чтобы фокусироваться на том что вы делаете при этом хорошая идея создать приятный акцент например на стене куда будет падать ваш взгляд можно повесить картину или рисунок ребенка который вам будет радовать и еще очень важно навести порядок на столе сегодня ваша задача навести и дома и на столе порядок выбросить ненужный хлам все что засоряет ваше жизненное пространство вот должна быть вот такая красота порядок и чистота начните с того что первое вам попадется на глаза и действуйте и так задачи которые связаны с пространством создать рабочую зону расчистить ее от хлама навести порядок и сделать перестановку фильмы аудиокниги информационная диета совет директоров и работа с пространством переходим к модулю управление здоровьем утро прекрасное и самое лучшее время дня давайте поговорим о приятном придумайте себе какой-нибудь утренний ритуал то что будет приносить вам положительные эмоции самого начала дня это должно быть что-то незначительное нетрудное и с этого вы будете начинать день чтобы добавить себе энергии и позитива вы кстати вероятно замечали что от того как начинается ваш день часто зависит и то как он потом проходит если утро проведешь непонятно как то скорее всего и день потом не задастся если же день начинается хорошо позитивно структурировано с того что вы хотели то все становится намного проще и складывается намного лучше так вам нужно придумать приятный утренний ритуал если он уже у вас есть то будет добавьте что-то в него будет еще один что это может быть приятная музыка которую вы слушаете с утра стакан свежевыжатого сока или холодной воды то что вы любите пить чтение хорошей книги причем в режиме скорочтения или просто маленький отрывок так чтобы сесть и наслаждаться как пишет автор но это может быть короткий ролик и в конце концов что-нибудь смешной на youtube или какой-то особенный отношение со своими близкими поцеловать обнять пожелать доброе утро это может быть все что угодно то что может доставить вам удовольствие выделите на это 10-15 минут такой ритуал станет для вас еще дополнительным стимулом для тех кому тяжело вставать ведь когда мы встаем и понимаем что впереди ждет работа наша задача помочь себе раскачаться а когда вы будете знать что начнете день с чего-то приятное даже если впереди большое количество дел даже если придется в этот день много трудиться это знание о том что впереди вас ждет ритуал поможет вам проснуться да и ни в коем случае не жертвуйте сном ради него сон должен быть у нас полноценно вода каждое утро мы пьем стакан воды натощак а сегодняшнего дня начинаем регулировать уровень воды в организме с помощью приложения или любым другим способом кстати задача скачать и установить приложение они есть в google play и в apple store поэтому пожалуйста скачивайте приложение water баланс устанавливаете себе его и начинаем контролировать поэтому задача контролировать потребление воды в течение курса вода норма факт посмотрите и в течение одной недели этого будет абсолютно достаточно если вы проведете такой анализ вы точно быстро поймете сколько воды вам необходимо пить задача выстроить разумный режим дня разумный режим дня это значит что все должно идти по плану вот я предлагаю вам заполнить примерно такой простой режим дня в которой кстати вы можете тоже добавить графы план или факт мера и баланс во всем нужна мера прислушивайтесь к своему организму и постепенно увеличивайте нагрузку чтобы стать настоящим марафон сам нужно распределять силы правильно элементы отдыха думаю многие согласятся что если все время постоянно работать в очень сильном сумасшедшим ритме это плохо но иногда нужно притормозить а как это вовсе не значит что нужно остановиться прерываться или перестать что-то делать нет делать как раз нужно все причем более эффективно а как это еще более эффективно это значит встраивать элементы отдыха причем отдыха постоянно зачем это нужно в первую очередь нам это нужно потому что если мы работаем в бешеном темпе то скорее всего концу недели вы свалитесь с жестким откатом возможность депрессии а не дай бог еще из какой-нибудь не нездоровой ситуации в отношении здоровья поэтому все время жить форсаже нельзя встраиваем 10 минутные перерывы как правильно отдыхать в распорядок дня мы встраиваем блоки восстановления каждый час заставлять себя отдыхать 10 минут почему заставлять спросите меня вы вы возможно замечали за собой что когда вы быстро и много всего делать у вас все получается то проходит 2 3 4 часа подряд вы продолжаете работать без отдыха без отдыха без отдыха без отдыха до с одной стороны это эффективно но с другой стороны плохо потому что вы себя выжигаете для того чтобы действовать эффективно вам необходимо делать перерывы один час поработали очень интенсивно 10 минут отключитесь от работы следующий час поработали снова 10 минут правило восстановления энергии как наиболее эффективно использовать эти 10 минут у человека есть три основные деятельности это эмоциональное интеллектуальное и физическое и максимально эффективно мы с вами восстанавливаемся и отдыхаем только тогда когда мы с вами переключаемся между нашими между нашими сферами если вы целый час сидите работаете за компьютером то переключитесь на одну из других сфер встаньте и походите где-нибудь минут 10 может быть сделайте небольшую зарядку а может прогуляйтесь по улице если есть такая возможность либо переключитесь на эмоциональную сферу с кем-то пообщайтесь поболтайте позвоните кому-то из друзей родственников знакомых детей итак когда вы вставляете паузы вы даете своему организму восстановиться вы начинаете замечать то что следующий час проходит вас гораздо эффективнее поэтому ваша задача встроить себя система восстановления каждый четвертый час мы встраиваем час отдыха для этого я приготовил вам следующую таблицу первый час второй час третий час четвертый пятый каждый час 10 минут перерыв 10 минут перерыв и час отдыха пожалуйста продлить ее у себя сделать ее на целый день и отмечайте прям положите рядом с собой и отмечайте так вот восстановление это важнейший элемент работы нашего мозга переключаясь между сферами эмоциональная физическая интеллектуальная мы с вами можем быстро восстанавливаться поэтому переключайтесь владимир маяковский который очень хорошо понимал систему научного управления труда говорил в начале двадцатых годов прошлого столетия товарищ запомни правило простое работаешь сидя отдыхаешь стоя ну что ж прислушаемся к нему физические нагрузки первое обязательно найдите начните день с какой-нибудь физической активности не важно что это будет выберите сами проверено и доказано многими людьми день проходит гораздо эффективнее если вы начинаете его с физической активности просто попробуйте так сделать и обратите внимание насколько хорошо вы себя будете чувствовать журнал тренировок в течение курса я подготовил его для вас чтобы вы могли выбрать между зарядкой кардио силовыми план факт удалось не удалось ну что ж мы с вами завершаем элемент здоровья вода режим дня от